Не штрафовать и сделать выговор, а объяснить, как действовать безопасно и привести личный пример. Топ-менеджеры Алроса попрактиковались в поведенческом аудите безопасности, в авторемонтных мастерских Мирницкого автотранспортного предприятия. Поведенческий аудит – новый инструмент в компании. Руководители старшего и среднего звена наблюдают и анализируют поведение сотрудников, чтобы выявить и предотвратить нарушения требований охраны труда. Когда руководитель приходит с историей только наказать, у работника сразу возникает отторжение о общении данным руководителям. Когда работник не через наказание, а через риски, через последствия для здоровья, работнику рассказывает о опасностях на рабочих местах или сложившейся исторической культурой неприменения систем или других условий, то обстановка в коллективе становится безопасной. Перед началом беседы руководители знакомились с сотрудниками, а после на примерах и собственного опыта объясняли, какая опасность грозит человеку, если не устранить нарушения. Перед практическим занятием руководители Алроса освежили теоретические знания по охране труда и промышленной безопасности, а также поведенческому аудиту на тренинге в корпоративном университете. В открытой дискуссии поучаствовал генеральный директор, председатель правления Алроса Павел Маринычев. Здесь важно не только наблюдать нарушения и последствия, или опасные действия и последствия, здесь важно что-то делать с собой, со своим поведением. То есть, если ты просто расследовал очередной нечастный случай и для себя выводов с точки зрения собственного поведения не сделал, то, наверное, он прошел мимо тебя и ничего не поменялось. Но трансформация в компании, она заключается в том, что каждый трансформирует немножечко сам себя. Безопасность сотрудников для Алроса стоит на первом месте, поэтому компания уделяет особое внимание подобным обучениям. Тренинг также проходят мастера и начальники участков горно-обогатительных комбинатов.